Девушки отдыхают Дальше ты уже сама. Мука, золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Наступило время для семейных пикников и шашлыков. А что выберете вы? Сытные чевапчичи, легкие куриные колбаски, сочные купаты с сыром, а также маринованное мясо на любой вкус. Мясная фабрика мясоделов. Город Абакан, Ерыгина, 34. Внимание! Студия фитнеса и танца «Баунти» представляет вам лучшие средства для коррекции и поддержания фигуры. Телефон для справок 324-110. Всем привет! Это программа «Муж на кухне» – передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные и, конечно, очень вкусные блюда. Друзья, мы продолжаем цикл осенних передач. Осень – это, конечно, не только доступные свежие овощи, только что собранные урожаи, но и дети пошли в школу, и об этом мы сегодня поговорим. Ну а что касается сезона, то мы приготовим с вами замечательную, на мой взгляд, запеканку. Хотя я не очень люблю это слово – запеканка. Об этом расскажу во второй части нашей передачи. Запеканка будет у нас из баклажанов с помидорами и с копченой курицей. Все очень просто, все очень быстро и недорого. Ну а начнем мы, давайте, вот с чего тема школа. Отпуск закончился, дети в школе. Мало времени на то, чтобы приготовить что-нибудь быстро, но вкусно, и в то же время еще и привлекательно для детей. Делюсь рецептом. Это паста фарфали с ветчиной в сливочном соусе. Нам потребуется, ну вот, я думаю, что у многих в холодильнике найдется вот обрезок какой-нибудь ветчины. Также сливки, немного сыра, репчатый лук, паста фарфали, ну, говоря по-русски, бабочки. Они наиболее, как мне кажется, привлекательны для детей. Немного чеснока. Ну и смотрите, что мы делаем. Я ветчину нарежу сначала на такие пластики, затем на брусочки и уже потом на кубики. Затем я перекладываю ветчину в чашу блендера, друзья. Нам ее нужно перемолоть. Вот именно поэтому я ее нарезал на кубики. Может показаться, что это была работа лишняя, но, знаете, таким образом, когда уже вот такая есть нарезка, блендер лучше перемелет ветчину в фарш. А фарш нам нужен для того, чтобы соус у нас был более однородный. Ну, смотрите, какой фарш у нас получается. Вот еще даже вот кусочки остались, я их тоже. Перекладываем фарш. Почему ветчина? Ну, вы знаете, вот с ветчиной, мне кажется, вот она сама по себе вкусная. А вот когда ее вот так перемелишь, фарш получается более выразительный, немножко такой какой-то копченый аромат присутствует. В эту же чашку я разрежу небольшую головку лука, бросаем сюда чеснок и тоже пробиваем. Можно, конечно, и порезать ножом, но мы с вами сегодня говорим еще и об экономии времени, да, поэтому вот если есть блендер, то это прекрасно, и все делается гораздо быстрее. Теперь разогреваем сковородку. На сливочном масле обжариваем лук с чесноком. Надо стараться, друзья, чтобы лук не подгорел, а просто стал таким чуть-чуть прозрачным и мягким. Выкладываем фарш из ветчины, перемешиваем. И хорошо нужно прогреть. Таким образом у нас соус станет более ярким, даже вот немножко поджарить, чтобы ветчина отдала свои запахи, вытопился жирок, который там есть. Ну, а здесь, друзья, в кастрюле у меня кипит вода. Я ее подсолю и выкладываю в фарфале. Варить такие макаронные изделия нужно приблизительно 10 минут. На пачке написано обычно, но я варю, как правило, на минуту меньше, чем написано. То есть варится. Пока варится фарфале, у нас будет готов соус. Ну вот, собственно, все заблагоухало. Можно добавить немножко перчика черного. Можно добавить любимых каких-нибудь специй, трав. Например, орегано. Тогда совсем будет все по-итальянски. Ну, я самый упрощенный вариант делаю. Ну, вот все у нас хорошо прогрелось. Вливаем сливки 200 грамм. То есть, ну, примерно на 200 грамм ветчины, 200 грамм сливок. Сливки можно взять разные жирности, какие вы привыкли, как любите. У меня 20-ти процентные, достаточно жирные. Вот сейчас нужно соус довести до кипения и подождать, когда у нас начнет он густеть. Вот видите, какой однородный получается соус. Собственно, для этого мы и пользовались блендером, чтобы вот этот соус хорошо, так скажем, обтекал макароны, да, чтобы он был со всех сторон. Вообще, конечно, по моему опыту хочу сказать, что макароны – это вообще всегда палочка-выручалочка. Можно быстро приготовить что-нибудь вкусное. Ну и, согласитесь, дети очень любят макароны. И, в общем-то, не зря. Потому что если макароны сделаны только из твёрдых сортов пшеницы, то ничего вредного в них нет. Просто быстрые, хорошие углеводы, которые дают энергию. Ну и как отличить? Смотрите, обычно на оборотной стороне, на пачке, на макаронных изделиях написана категория или класс макарон. Вот класса А, буква А должна быть. Это значит, что только из твёрдых сортов. Если Б уже не то, значит, уже там присутствует пшеница другая. Ну вот, друзья, смотрите, как у нас загустел соус, какой он нежно-розового цвета. Сейчас можно попробовать на соль. Но я вам хочу сказать, что вот я солить, допустим, не буду, потому что в ветчину, как правило, производители соли не жалеют. Поэтому вот мне нормально. Соус готов. Перекладываем фарфале в соус, перемешиваем. Ну, что касается сыра, сыр можно натереть непосредственно вот сюда, и тогда он от горячих макарон тоже расплавится. Но всё-таки, если вы планируете потом это блюдо не сразу съесть, а ещё поставить в холодильник, сыр, конечно, затвердеет, тогда получится уже камень. А я просто буду подавать вот так в тарелочке, натру сыр сверху. Ну, друзья, буквально через 10 минут моя дочь придёт домой, а у меня привлекательное, замечательное, 100% итальянское блюдо готово. Это фарфале с ветчиной в сливочном соусе. И готовится оно 20-25 минут. Друзья, ну, вот вроде один из вариантов обеда для школьников готов. Я думаю, что возьмёте вы себе такой рецепт на вооружение. К тому же, подсмотреть подобный рецепт можно в Инстаграме, в группе «Муж на кухне». Подписывайтесь на хэштег «Муж на кухне». Будете в курсе всех кулинарных новостей Хакасии. Ну, это, конечно же, не всё. Это только начало. Дальше у нас основное сегодняшнее блюдо – это запеканка с баклажанами, с помидорами и с копчёной курицей. Очень простое, но очень интересное и красивое блюдо. А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри, это колос, это поле, это едет комбайнёр. Собирает он пшеницу, чтобы на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты всё сама? С тобой и золотой меленкой. Наступило время для семейных пикников и шашлыков. А что выберете вы? Сытные чевапчичи, лёгкие куриные колбаски, сочные купаты с сыром, а также маринованное мясо на любой вкус. Мясная фабрика мясоделов. Город Абакан, Ерыгина, 34. Внимание! Студия фитнеса и танца «Баунти» представляет вам лучшие средства для коррекции и поддержания фигуры. Телефон для справок – 324-110. Друзья, это прекрасно, что вы остаетесь в нашей передаче. Для детей мы уже приготовили замечательную пасту. Ну, а для взрослых сегодня, на мой взгляд, любопытный и тоже простой рецепт. Это запеканка с копченой курицей, баклажанами, помидорами. Естественно, какая запеканка без сыра. Давайте по порядку. Смотрите, можно взять курицу, просто куриное филе, к примеру. Но, знаете, я, опять же, всегда за экономию времени. И к тому же никто, мне кажется, не будет против, и никто не скажет слово против, что, допустим, копченая курица менее вкусная, чем сырая. Вот мне тоже так кажется. Поэтому, ну, вот грудка. Можно взять пару копченых окорочков или вот одну такую, ну, у меня достаточно крупная грудка. Я ее разберу руками, кожу, естественно, я удаляю. И возьму я только, ну, вот такие самые мясистые части. Все остальное я оставлю для бульона. Бульон с копченой курицей получается замечательный. Особенно, если вы собираетесь приготовить гороховый суп или рассольник или солянку. Так что, думаю, что здесь тоже никаких вопросов нет. Вот, буквально вот столько даже с мясом я оставлю на бульон, который я приготовлю позже. Курицу я разберу на, ну, вот такие кусочки. Сильно мелко не нужно. Резать даже не буду, просто вот так курица в разборе у нас будет. Готово. Уберу ее в сторонку. Курица – это у нас самый низ, основа запеканки. Дальше у нас пойдут первые овощи. Это лук с чесноком. Дело в том, что мы будем с вами делать, добавлять в основу этой запеканки, в курицу, будем делать такой луковый соус бешамель. Ну, такой одна из разновидностей этого белого соуса – луковый. То есть на основе лука, муки, чеснока и молока. То есть чтобы курица у нас, грудка вот эта вот, она, конечно, суховатая, поэтому мы добавим такого соуса, который сделает все это дело более нежным, сочным, ну, и, конечно, более вкусным. Уж точно мы курицу копченую не испортим, это я вам обещаю. Нарежем лук небольшими кубиками. Ну, и пару зубчиков чеснока тоже мелко порубим. Ну, давайте приготовим бешамель. А бешамель, друзья, это всегда сливочное масло. Ну, потому что это изобретение французской кухни, а, как правило, французская кухня, она такая сливочно-молочно-сырная, в отличие, допустим, от той же итальянцы. Поэтому разогреваем. Ну, здесь, наверное, 50 грамм сливочного масла. Не сильно, чтобы оно у нас ни зыкоричневело и не сильно разогрелось. Я сразу же перекладываю лук и два зубчика чеснока и начинаем потихонечку обжаривать. Даже огонь можно сделать более-менее таким умеренным, чтобы лучок стал прозрачным, мягким. Друзья, смотрите, лучок слегка поджарился, подрумянился. Самое время добавить муки, чтобы потом можно было затянуть соус. Мука должна быть высшего сорта. У меня, как всегда, золотая меленка. У нее хороший помол, который вот как раз позволяет затянуть соус, сделать его элегантным, нежным. Видите, мука начинает поджариваться. Это так называемая масляная пассеровка. Есть еще сухая, когда мука поджаривается отдельно, на сухой сковороде до кремового цвета. Подсушивается, чтобы потом тоже легко вошла в соус и затянула его. Ну и вот такой способ, даже вместе с луком, тоже присутствует в технологиях поварских. Тоже очень рекомендую. Тоже так же в масле с луком муку нужно хорошо поджарить. Это, к тому же, даст еще и аромат, слегка ореховый. Ну вот, муку прогрели. Теперь мы добавляем молоко. Добавляем не сразу все, а потихоньку, растворяя муку. Таким образом у нас не получатся комочки. Ну и соус бешамель именно конкретно для запеканок. Он не должен быть слишком жидкий, должен быть такой густоватый. И вообще бешамель, это, в общем-то, почему он такой часто используемый соус? Потому что, ну, это база. Он используется во многих блюдах, в том числе и в запеканках, для скрепления. Основы, как, допустим, запеканки также скрепляют смесью яиц, сливок, молока. Собственно, бешамель – это один из вариантов. Ну вот, я думаю, молока столько будет достаточно. Теперь нужно довести соус до вкуса. Это, конечно же, соль. Но с солью здесь нужно быть поаккуратнее, потому что курица копченая, как правило, ее тоже солят и при этом не шутят, когда это делают. Также я добавлю для баланса вкуса щепотку сахара. Повара этот называют процесс выравнивания вкуса. Такой нежнейший соус получается. Убавляем огонь. Пробуем. Замечательно. И еще, друзья, я позволю себе добавить каких-то красок в соус. Можете этого не делать. Это просто приправа. Курица немножко, буквально. Можете использовать любую любимую приправу, которая вам нравится, которую часто используете. Тут, собственно, неважно. Можно обойтись и без нее. Я выключаю огонь и перекладываю куски курицы копченой вот сюда в соус, чтобы она уже там начала прогреваться. И перемешиваем. Ну, смотрите, на самом-то деле ничего сложного. Ведь правда, ну, наверняка кому-то уже доводилось в своей жизни делать соус бешамель. Это вообще элементарно на самом деле. Но смотрите, как это все не усложняет, а наоборот, блюдо делает более интересным. Ну, конечно же, вкусным. И вот, собственно, основа для запеканки у меня готова. Для запеканки вот, как правило, вот такие небольшие формы с высокими бортами используем. Сразу ее подготовим. Мажем тонким слоем сливочного масла. Только с маслом не надо слишком увлекаться, потому что, чтобы не поплыло у нас все это в масле, там не плавало, просто слегка смазали, чтобы лучше отходило. И перекладываем в форму основу запеканки. Вообще, знаете, вот я говорю запеканка, запеканка. На самом деле я вот так не люблю вот это название, вот это вот слово запеканка. Потому что оно сразу отсылает куда-то в детство, в далекое мое пионерское. И слово запеканка, советская кулинария, советский общепитт настолько опошлил, что вот при слове запеканка сразу вспоминается творожное. Как правило, мерзкая запеканка, которую готовили в лагерях, в школьных столовых. Давайте будем называть все это дело французским словом «гротен». Это как-то больше подходит для данного блюда. И даже если вы приготовите такое блюдо гостям, то что у нас на ужин сегодня? А я сегодня буду вас угощать гратеном. Если скажете запеканкой, ну, как-то это звучит пошловато. Теперь я возьму немного петрушки, даже вот с ножками. Сильно мелко рубить не нужно. И сверху посыпем основу гратена, как мы с вами договорились. Чтобы освежить, понимаете, должно быть вот это вот все. Запеканка у нас нежная такая, нежно-розовая какая-то, да? А вот зелень, она уже освежает. Теперь я беру баклажаны. Ну, баклажаны у меня вот такие, это какой-то то ли тайский сорт, то ли еще какой-то тоненькие. Можно любые использовать, но нарезать их нужно потоньше. Вот такими вот пластинками, чтобы они смогли быстро пропечься. И выкладываем сверху основы слой баклажанов. Запеканка никогда, точнее, гратен, простите, прошу прощения, никогда не смотрится дешево, и это очень большой плюс. Слой баклажанов есть, их надо подсолить, но только слегка, буквально-буквально вот немножко, чуть-чуть, чтобы соль немножко вытянула горечь, которая иногда присутствует в баклажанах. Но вот, как правило, в таких я что-то не замечал. Следующий слой помидоры тоже нарезаем не сильно толстыми кружочками и выкладываем сверху баклажанов. Вот это, мне кажется, настоящее такое осеннее блюдо. Свежие, недорогие овощи. Ну вот, с помидорами вроде тоже все понятно. Вот так, друзья, выглядит эта красота. Теперь буквально по чуть-чуть нужно помидорки чуть-чуть буквально подсолить, потому что сверху, естественно, у нас будет сыр. Он тоже соленый. С солью будет вкуснее, но будет вкуснее только в том случае, если вы еще сверху добавите буквально по пол щепотки сахара, буквально на каждую помидорку. Помидорки станут такими кисло-сладкими и тоже будут выполнять такую роль, что-то вроде соуса, что ли. Но, поверьте, это будет намного вкуснее. Еще что нам нужно? Нам надо тоже эту картину всю как-то развеселить, да, а этот базилик, друзья, зеленый, листьями зеленого базилика мы сверху украсим гратен. Вообще, хочу сказать, ну, я очень хорошо отношусь к базилику и вот конкретно к зеленому, потому что базилик, который фиолетовый, я его, собственно, как и некоторые повара другие, в общем-то, за базилика не считаю, потому что у того базилика какой-то очень парфюмерный, что ли, запах резкий, именно поэтому-то его и не любят. Но вот, допустим, на Кавказе, наоборот, фиолетовый базилик больше в почете, а в Юго-Восточной Азии только зеленый. Но вот в данном случае, друзья, с помидорами зеленый базилик будет просто великолепен. Готово. Согласитесь, друзья, очень красиво выглядит. Ну и классика. Тут, собственно, бесспорный сыр сверху для того, чтобы придать гратену красивую корочку. Это все нам понятно. Да, собственно, что хочу сказать. На поварском языке вот этот прием, когда нужно чему-то придать красивую хрустящую корочку, когда добавляют сыр, иногда сыр смешивают с сухарями панировочными, ну, естественно, просто с хлебом, да, чтобы еще более хрустящая корочка была. Вот, собственно, этот прием на поварском языке и называется гратенирование. И вот гратен, собственно, отсюда и имеет свое название. И, собственно, запеканка или гратен готова отправиться в духовку. Давайте еще раз подведем итог, что, в принципе, собрать такое блюдо можно за 20 минут. Быстренько приготовить бешамель, добавить туда уже готовую копченую курицу, разобранную, все это слоями выложить, да, баклажаны, помидорки, базилик и сыр. И, собственно, все. А зато смотрите, как это празднично, как это здорово выглядит. Убираем в духовку. Температура 200 градусов. Почему 200? Ну, потому что нам, в принципе, нужно, чтобы успели приготовиться баклажаны. Помидоры нам не нужно, чтобы раскислили, а тоже, чтобы поджарились. И, естественно, получилась корочка. Все остальное у нас уже готово. Я думаю, что при такой температуре нам потребуется минут 25, чтобы все уже дошло до ума. Ну, и хочу сказать, что такая запеканка, на мой взгляд, конечно, она, в общем-то, самодостаточная, но гарнир к ней не помешает. Мы недавно выкопали картошку. Давайте ее пожарим. А ты знаешь, откуда мука? А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри. Это колос, это поле, это едет комбайнер. Собирает он пшеницу, чтобы на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Наступило время для семейных пикников и шашлыков. А что выберете вы? Сытные чевапчичи, легкие куриные колбаски, сочные купаты с сыром, а также маринованное мясо на любой вкус. Мясная фабрика мясоделов. Город Абакан. Внимание! Студия фитнеса и танца Баунти представляет вам лучшие средства для коррекции и поддержания фигуры. Телефон для справок – 324-110. Ну что, друзья, мы продолжаем осеннюю тему. Запеканка у нас уже стоит в духовке, ну или, как я предложил называть это блюдо, «гратен» от слова «корочка» с французского переводится. Запеканка у нас из копченой курицы, баклажанами, с помидорами, с сыром, все, как мы любим. Ну и смотрите, все-таки баклажаны, помидоры на гарнир как бы не особо смахивают, недостаточно. Поэтому, в принципе, мне кажется, вот такую нежную, сочную запеканку все-таки с гарниром лучше всего подать. И простейший, на мой взгляд, рецепт – картофель. Сейчас картофель, наверное, самый доступный овощ. Может быть, еще не все выкопали, но мы уже успели. Мы с вами пожарим картошку. Типа по-деревенски мы с вами делали, картофель по-деревенски, но только мы делали его в духовке. А сейчас мы сделаем на сковороде. Я нарежу ее вот такими дольками. Думаю, что такой рецепт вам тоже пойдет в проб, потому что уверен, что те, кто выкопал картошку, уже наделали драников, уже просто нажарили картошки. Ну и как бонусом, можно еще побаловаться вот таким блюдом, которое вкусно как и само по себе, так и в качестве гарнира для чего бы то ни было. Заливаем картофель водой, ставим на плиту и доводим до кипения. Нам нужно картошку отварить, но до полуготовности. Я думаю, что после того, как она закипит, минут 15, не больше. Ну вот, друзья, картошка отварилась. Смотрите, самое главное, чтобы она, ну, постараться, нужно, чтобы она держала форму, чтобы не сильно она расползлась. И когда откроете, воду, естественно, я слил, когда откроете, пусть она попарит, маленько постоит, чтобы лишняя влага ушла. Ну, а дальше, в общем-то, все очень и очень просто. На сковородке я разогреваю сливочное масло, именно сливочное. Здесь я что сделаю? Я добавлю просто приправы, тоже вот вашу любимую, любую. Здесь в приправе уже есть соль. Перемешаем, пока картошка горячая, она очень хорошо вбирает в себя все эти ароматы. Ну, чуть-чуть, наверное, все-таки подсолю. Выкладываем картошку. Здесь что самое главное? Самое главное, чтобы масло было свежим, чтобы не прогорклое было, не кислое. Можно добавить немножко растительного масла, но, знаете, все-таки на сливочном, мне кажется, вкуснее картошка. И, разумеется, сырую картошку на сливочном масле поджарить крайне сложно, потому что масло начнет гореть, картошка тоже начнет гореть, внутри не прожарится, а так как она у нас уже отварена слегка, то нам просто нужно ее подрумянить, и, собственно, все. Ну, а пока картошка жарится, давайте достанем гратен, то есть запеканку, и посмотрим, что получилось. Какие замечательные запахи, друзья. Так выглядит наше сегодняшнее главное блюдо. Пусть немножко постоит, отдохнет. Давайте объясню, что значит вообще термин отдохнет. Часто можно слышать и в кулинарных передачах, и повара говорят, достали мясо, нужно отдохнуть. Достали какое-то блюдо, нужно отдохнуть. Смотрите, дело в том, что, когда нагревается, да, продукты, вся влага поднимается вверх, это, в общем-то, по законам физики. Но когда начинает все остывать, все потихоньку опускается. С мясом происходит то же самое, что вот то, что поднялось вверх, потом вниз спускается, и мясо становится более сочным, да, равномерно становится сочным. То же самое и здесь. То, что поднялось обратно в баклажаны, все это впитается. Я думаю, что в таком случае получится консистенция оптимальная. То, что поднялось, вниз-обратно опустится в баклажанчики, они станут сочными. Ну и таким образом консистенция, я думаю, будет самая оптимальная. Ну а пока картошка у нас подрумянивается, я нарежу зеленый лук свежий. Тоже вот, что мне нравится, батун вот этот, то, что до поздней осени можно срывать перья и использовать. И он такой сочный, такой ароматный. И вот прям в горячую картошечку мы его добавим, как только появится корочка. Вот, друзья, смотрите, какая у нас аппетитная получается картошечка. Посыпаем ее зеленым луком. Я не знаю, найдется ли кто-то сейчас, кто скажет, что что-то здесь не то. Мне кажется, здесь абсолютно все то. Все, как мы любим. Картошка подрумянилась. Она очень ароматная. Ну и, собственно, финал. Берем порцию гратена, ну или, если хотите, запеканки. Вот она такая сочная. Именно поэтому я предложил сделать гарнир, чтобы было что пожевать, чем похрустеть. Ну и вот, собственно, друзья, я думаю, что вот сейчас мы видим финальную версию очередную того, что мы с вами любим. Смотрите, давайте еще раз. Запеканка у нас приготовлена из простых продуктов. Основой у нас является копченая курица в соусе бешамель, там лучок, чесночок, молочко. Сверху у нас лежат баклажаны, которые хорошо прожарились, но не успели раскиснуть. И помидоры, которые дали сок. Ну и, разумеется, прекрасная сырная корочка. Ну и дополнением ко всему жареный картофель по-деревенски на сливочном масле с зеленым луком. Я думаю, что это не просто даже какая-то добавка или какой-то гарнир, это прям украшение осеннего стола. И такое блюдо, я думаю, что каждый из вас может повторить у себя дома на своей кухне. И мало того, что приготовлено из простых и недорогих продуктов, это все выглядит вполне себе празднично и достойно. Хороших гостей, друзей, родственников. Приятно их удивить. Если вы сейчас чего-то не запомнили, то сегодня вечером на канале Россия 24 в 19.00 наша передача повторится. Но есть другой вариант – это социальные сети, Одноклассники, Фейсбук и, разумеется, Инстаграм. Там есть официальная группа нашей передачи. В Инстаграме подписывайтесь на хэштег «Муж на кухне», заходите на мою страницу, подписывайтесь, там вы найдете и эти рецепты, и рецепты из прошлых передач. Также я там выкладываю короткие рецепты на минуту, где очень быстро, коротко и емко рассказываю, как это готовится. И самое главное, что там мы сможем с вами общаться и можем начать это делать сразу после завершения этой передачи. Так что до встречи. Ну, а на канале Россия 1 мы с вами увидимся ровно через неделю, в следующую субботу. До встречи. Пока. А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри. Это колос, это поле, это едет комбайнер. Собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Наступило время для семейных пикников и шашлыков. А что выберете вы? Сытные чевапчичи, легкие куриные колбаски, сочные купаты с сыром, а также маринованное мясо на любой вкус. Мясная фабрика мясоделов. Город Абакан. Ерыгина, 34. Внимание! Студия фитнеса и танца «Баунти» представляет вам лучшие средства для коррекции и поддержания фигуры. Телефон для справок – 324-110. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова